Почему же украинские силовики почти сутки молчали, несмотря на такой мощный резонанс? Чего они добились в результате этой спецоперации? Ответы на эти вопросы в материале Ирины Баглай. Первым делом на пресс-конференции глава СБУ называет заказчика убийства Аркадия Бабченко. Вбивство российского журналиста Аркадия Бабченко замовили саме российские спецслужбы. Принайменно такие данные есть на сегодня у службы безопасности Украины. Для выполнения заказа, по данным силовиков, в Украине был завербован гражданин Ге. Его заданием было нанять киллера. На выполнение задачи российских спецслужб гражданин Ге запропонувал своему знакомому числа колишних аточников за грошу в награду в 30 тысяч долларов США сделать террористический акт вбивства российского журналиста Аркадия Бабченко. До последнего глава СБУ не сообщает, что убийство было инсценировкой, но у журналистов недоумение, когда на экране демонстрируют видеодоказательства. Посредник передает деньги исполнителю. Как оказалось, бывший атошник сотрудничал со следствием, а убийство оказалось инсценировкой. И приведать Аркадия Бабченко с его третьим днем народжения. Операция силовиков длилась два месяца. Заказчики торопили своего агента, как рассказал Аркадий, приходилось искусственно оттягивать момент. С той стороны давили. Давили очень сильно. На исполнение этого заказа дали три недели. И потом начали подгонять. И подгоняли все-таки, видимо, к Лиге чемпионов. Приходилось там как-то увиливать. Все это должно было быть не вчера. То, что вчера это произошло, это просто так совпало. Спецоперация была проведена максимально секретно. И до тех пор, пока не задержали посредника о том, что Бабченко жив, молчали. Целью убийц был не только Бабченко, но и другие российские граждане, вынужденно покинувшие свою родину. На самом деле, это относится, конечно же, журналистов, громадских ведущих, публицистов, которые, как я уже сказал, публично критикуют российскую владу. Также силовикам удалось предотвратить масштабные теракты, сообщил Грецак. Посредник получил задание и деньги на закупку оружия и боеприпасов. Как генеральный прокурор Украины, который подписывал постанову про створение соответствующих предреждений правоохранных органов в УЦИИ справедливость несколько месяцев тому, это не правда, что в Украине не раскрываются теракты. Ни это не правда, что Украина стала местом, где Россия может безкарно проводить теракты. Ирина Баглай, Богдан Савруцкий. Подробности. Телеканал Интер.